всем привет мои дорогие друзья в сегодняшнем видео мы приготовим торт с интересной текстурой и очень очень вкусной начинкой если вы хотите приготовить такой торт вместе со мной добро пожаловать ко мне на кухню для кукурузного бисквита мне понадобится 4 яйца общий вес яиц у меня 200 граммов яйца не очень крупные 160 граммов сахара и немного соли взобью с помощью миксера на высокой скорости 10 минут пока взбиваются яйца наливаю в ковшик 110 миллилитров молока добавляю к нему кукурузное масло и сливочное масло кукурузное масло можно заменить обычным растительным маслом без запаха у меня здесь масло сливочного и кукурузного по 30 граммов и отправляю на огонь доведу до кипения яйца очень хорошо взбиты молоко с маслом довела до кипения такая вот пышная пена получилась я теперь вмешаю сюда по 100 граммов пшеничной и кукурузной муки муку соединю с одной чайной ложкой с небольшой горочкой разрыхлителя и постепенно введу яичную массу в два-три приема перемешиваем осторожно снизу вверх складывающими движениями стараемся не нарушить взбитость яиц когда смесь будет практически однородная введем также в два-три приема молочную нашу массу смесь практически однородная стала ввожу горячее молоко с маслом ввожу аккуратненько по стеночке два приема также можно вводить в три как удобнее осторожно и тщательно перемешиваю и сразу же переливаю в форму тесто получается очень нежное и воздушное сразу же переливаю в форму и приступаю к выпечке диаметр кольца 18 сантиметров высота его 15 отправляю форму сестра в духовку разогретую до 180 градусов выпекаю бисквит до готовности у меня на это ушло 40 минут вам может понадобиться чуть больше чуть меньше времени все будет зависеть от особенностей вашей духовки даем постоять бисквиту пять минут форме затем извлекаем из формы и остужаем полностью на решетке посмотрите какой шикарнейший бисквит получился высота его восемь с половиной сантиметров он очень очень ароматный за счет масла кукурузного и за счет кукурузной муки прослойка у нас будет экзотическая с пюре манго для этого нам не обязательно бежать в магазин за свежим манго можно купить детское пюре без сахара натуральное пюре манго у меня это две баночки по 80 грамм всего у нас будет сто шестьдесят граммов пюре смешаю фруктовое пюре и одну чайную ложку крахмала это около пяти граммов крахмал беру кукурузный лучше всего использовать его и всыпаю сюда 20 граммов сахара вы можете регулировать по вашему вкусу количество сахара так нет надо воспользоваться венчиком тщательно перемешаю чтобы не было комочков оставлю пока пюре в сторону 7 граммов желатина заливаю 37 миллилитрами холодной воды и оставляю также в сторону для набухания чтобы ускорить процесс набухания желатина можно поместить чашу в холодильник затем беру один банан у меня здесь 150 граммов и нарезаю на мелкие кубики слегка сбрызну лимонным соком подготовленное пюре отправлю на огонь доведу до кипения и проварю 30 секунд пюре проварила постоянно перемешиваю затем добавляю набухший желатин сюда перемешаю добавляю в пюре бананы осторожно перемешаю лучше наверное лопаточкой это делать чтобы не раздавить бананы и переливаю в кольцо кольцо я затянула пищевой пленкой она у меня диаметром 16 сантиметров распределю равномерно и отправлю в холодильник предварительно необходимо сверху кольцо накрыть пищевой пленкой у меня прошел час прослойка хорошо охладилась и и застыла в холодильнике теперь я извлеку ее из формы и после этого можно использовать ее для приготовления торта а можно заморозить и хранить в морозильной камере до двух месяцев вот такое замечательное экзотическое компоте у нас получилось она очень яркая ароматная и красивая 200 граммов клюквы залила 30 миллилитрами воды и слегка проварила теперь пробиваю с помощью покружного блендера в пюре и затем протру его через сито протираю пюре через сито добавлю в пюре 60 граммов сахара если любите послаще можете добавить 80 граммов сахара добавляю сюда же два целых яйца у меня это небольшие яйца не крупные по 45 граммов а также два желтка веса вообще их у меня 30 граммов все тщательно перемешаю пюре к этому моменту должно остыть оно не должно быть горячее иначе яйца могут свариться и отправим на огонь постоянно перемешивая заведем до легкого загустения и до температуры 70-75 градусов два кольца диаметром 16 сантиметров затяну пищевой пленкой пищевую пленку необходимо брать тоненькую тогда она легче натягивается и бока формы можно предварительно слегка смочить водой чтобы пленка хорошо фиксировалась можно просто придать усилие натянуть и даже без воды устанавливаю на деревянную доску и точно так же затяну второе кольцо 70 градусов и сразу же добавляю сливочное масло 80 граммов и сразу же ввожу 4 грамма желатина предварительно замоченного 20 миллилитрами холодной воды это примерно на полчаса надо заранее замочить сила желатина у меня 180 граммов и тщательно перемешаю до растворения желатина вот такой нежный кремовый цвет получается на вкус кремю также очень нежная и кремовая и переливаю кремю в два кольца подготовленных поровну можно предварительно взвесить форму с кремю форму перед приготовлением кремю чтобы знать количество получившегося кремю у меня получилось по 200 граммов в каждое кольцо накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник или морозильную камеру кремю быстро охладилась в морозилке это заняло около 30 минут теперь извлеку крем из формы для этого проклею бока формы с помощью обычного фена кстати небольшой лайфхак если кольцо разъезжается его удобно соединять канцелярской резиночкой вот такой крем получается очень очень нежная поэтому удобнее всего помещать его в торт в замороженном виде сейчас я оберну его тщательно пищевой пленкой и помещу морозильную камеру до полного замораживания и уже после этого можно будет собирать торт хранить компоте в замороженном виде можно около двух месяцев в морозильной камере также чтобы извлечь компоте можно пройтись острым шпателем вдоль стеночек формы вот и второе для крема в кастрюльку с толстым дном отправляю 160 граммов сгущенного молока 350 граммов йогурта это у меня греческий йогурт без сахара и без ароматизаторов у меня это двухпроцентный йогурт добавляю к нему ванильный экстракт вы можете добавить ванильный сахар если нет ванильного экстракта одно яйцо и два желтка первой категории а также 20 граммов кукурузного крахмала и 30 граммов муки пшеничной и все очень тщательно перемешаю до однородности чтобы не было никаких комочков перемешивать можно с помощью миксера на самой минимальной скорости взбивать ничего не нужно просто очень тщательно перемешать и можно конечно же воспользоваться венчиком все объединяем масса станет однородная комочков никаких нет и отправляем кастрюльку на огонь отправляем кастрюльку на средний огонь постоянно перемешивая очень тщательно проходясь по бокам и по дну кастрюльки доведем смесь до закипания когда появятся первые пузыри еще подержим интенсивно мешая примерно 20 секунд на огне и затем снимем с огня не забываем постоянно интенсивно мешать потому что если подгорит наша основа то у крема будет неприятный вкус сильно большой огонь не надо делать лучше средненький тогда уследить за процессом будет гораздо легче если вы любите очень сладкие кремы то можно добавить в заварную основу во время смешивания еще где-то грамм 30 сахара при желании процесс не очень быстрый надо иметь терпение и заодно будет тренировка небольшая главное не перестаем перемешивать я чувствую что крем начинает потихоньку густеть как только начинает густеть я немножко снимаю с огня и перемешиваю интенсивно тогда крем будет более однородный теперь заново возвращаю и опять же интенсивно перемешиваю крем очень ароматный даже уже на этом этапе можно использовать какой-то йогурт со вкусом если например вы хотите подчеркнуть свой торт каким-то фруктовым ароматом но я предпочитаю более натуральные вкусы лучше добавить прослойку с фруктами тогда будет гораздо вкуснее все крем мой уже заварился продолжаем мешать видите пошли пузырьки еще где-то секунд 20-30 перемешиваем чтобы окончательно заварилась мука и крахмал иначе крем потом будет разжидеться и будет у него неприятный привкус крахмала все крем готов снимаю его с огня и прежде чем переложить крем в другую емкость попробуйте его на вкус заварился ли крахмал не чувствуется ли привкус крахмала если чувствуется то подержите еще секунд 20 на огне очень очень интенсивно перемешивая накрываем крем пленкой в контакт иначе если этого не сделать крем покроется корочкой и отправим его холодное место чтобы он остыл можно оставить его на балконе но прежде чем он станет очень холодным нужно извлечь его из балкона и чтобы он постоял чуть-чуть при комнатной температуре потому что во время приготовления крема температура заварной основы должна быть около 25 градусов и такая же температура должна быть у сливочного масла беру сливочное масло мягкое оно должно быть вот такое вот мягковатое масло у меня 180 граммов взбиваю его с помощью миксера масло слегка посветлеет увеличится в объеме и начнем добавлять заварную основу которая остыла также до комнатной температуры вот такая плотная заварная основа получилась добавляю ее где-то 3 этапа все крем готов перекладываем его в кондитерский мешок и приступаем к сборке торта бисквит я разрезала на 4 коржа бисквит буду пропитывать молочным сиропом помещаю на торт клюквенное креме затем тоненький слой крема нанесу весна хочется чего-то легенького более свежего поэтому сделаем торт с тремя фруктовыми начинками следующий корж помещаю соблюдаем геометрию и как обычно сироп каждый корж пропитываем количество сиропа зависит от того как вы любите более влажные торты менее смотрите на ваше усмотрение теперь помещаю мангово-банановое компоте крем снова крем не толстый слой сделаем чтоб слишком много крема не было у нас торте крем не толстый слой и последний наш корж завершаем сборку заполню пространство оставшееся оставшимся кремом и теперь так как торт очень высокий получился чтобы он хорошо держал форму оберну торт гибкими досочками и помещу его в кольцо в кольцо также пропитываем и помещаем сверху груз и отправляем в холодильник чтобы торт хорошо стабилизировался и пропитался чтобы кольцо не расползалось можно вот здесь на эти ушки надеть резинку для денег и сверху груз и в холодильник освободила торт от кольца и пищевой пленки он у меня хорошо отстоял ночь в холодильнике хорошо пропитался стабилизировался и можно приступать к выравниванию торта выравнивать буду крем чизом на сливочном масле рецепт крем чиза на сливочном масле уже есть на канале ссылка будет в описании под видео я готовила крем из 150 граммов сливочного масла высокого качества 100 граммов сахарной пудры и 450 граммов крем чиза покрою торт тонким слоем крема для того чтобы собрать и зафиксировать все крошки так как кукурузный бисквит достаточно сильно крошится черновое выравнивание завершено отправлю торт в холодильник пока торт будет охлаждаться обязательно вымываем все шпазели и мастегины с помощью которых будем выравнивать торт охлажденный торт достаем и покрываем вторым слоем крема сверху я нанесу белый крем а снизу торта я хочу сделать ободок из голубого крема окрасила крем гелевым пищевым красителем крем чиз хорошо окрашивается любыми красителями даже водорастворимыми после выравнивания беру металлический шпатель ставлю его под углом около 45 градусов к торту и немножко под наклоном вот таким вот образом и начинаю делать волну для этого вращаю поворотный столик и вибрирую шпателем вниз вверх при этом держу шпатель по-прежнему под наклоном красивые волны такая интересная текстура получается я сделаю брызги кандурином разведенным в спирте чтобы у меня получились красные и серебристые брызги и также с помощью этого же кандурина разведенного в спирте выделю немножко текстуру пройдусь мягкой кистью по гребешкам получившийся волн ну и добавлю несколько вафельных бабочек все-таки решил оставить одну бабочку так более гармонично вот такой изумительный разрез получается очень красиво я сделаю вот так вот так Продолжение следует...